Всем доброе утро! Мы с утра пораньше едем отвозить мужу машину, он мою отвез в это, ну, к механику, чтобы я немного подольше поспала. Везу сейчас мою свою машину и оттуда уже пешкальцем приду домой, заодно погуляю с Чарли, вот, дам я чайку. Так что такие у нас сегодня планы на утро, потом гряду, переоденусь и пойду куда-нибудь А гуляю по городу, с утра так прохладно, даже думаете, что тоже жарко не будет, мне даже ноги замерзли, представляете? Я хожу дома босиком, не знаю, привычка уже такая удобная, поэтому ножки-то занерзли даже. Как машинка рядом стоит. Я вообще не люблю ездить на разных машинах. Не знаю, тут, ну, надо, раз надо, что, куда деваться, так что едем. Поменялись машинами, точнее, моя здесь осталась, а я сейчас пойду прогуляюсь с Чарли. Здесь рядом магазин, вот это вот в Касси Гратис, где мебель. Я опять себе какую-нибудь мебель смотрю. В общем, ну, не знаю, наверное, еще все закрыто, посмотрим. Ничего не посмотрим, я пойду домой, все. Это вот у нас такая здесь промзона есть, всякие машины, где продают. Тут, с той стороны тоже там улица целая, всякие склады, в общем, всего дофига. Здесь недавно сделали ремонт. Ругаются. Видите, всякие ремонты машин. Мы мою машину возим уже в механику, который, ну, все время нам делает. Вот. И сказали, что сегодня будет готовой. Но, вы знаете, я на это не сильно рассчитываю, потому что у них как. Потом скажут, деталей нет, еще что-то. Да. В общем, пипец. Но мне работать надо завтра. Так что... Угу. Она даже на крописно будет сделана. Идиот моя рыба такая сладкая. Можно туда, в ту сторону пойти, где дебри. Там идет такая, как речка. Но у Чарли нужно уже этот, от блох покупать что-то. Ну, не что-то я пойду сегодня куплю ему уже ошейник. Вот. Иначе ему нельзя без ошейника. Может, блох нахватать. Но блохи хрен с ними. А вот клещи, это уже страшнее. Поэтому я его не вожу по опасным местам. Хотя сейчас жара. Может быть, клещей-то уже и нету. Но зачем рисковать, правильно? Видите, куда я вас завела? На велосипедах даже можно велосипедные дорожки сделать. На промзоне. Вот там у нас газ продают. Вернее, баллоны с газом. Как вы знаете, здесь газ не центральный, а баллоны. То есть нет такого, что газ поступал в квартиры. Что-то начинали строить лет пять назад. И все, и опять все заглохло, перестали. Так что, ну, сейчас газом все меньше и меньше люди пользуются. Поэтому, может быть, он и не нужен. Тем более, отопления на нашей зоне нету. Никакого оно, в принципе, тоже не нужно. В общем, тут какой-то вот склад с едой. Ну, закупки оптовые, наверное. Наверное, вот этот китайский. А, он закрыт, наверное. Думала заглянуть. Тут большой китайский магазин есть. А эти что, они же переехали. Все еще работают здесь. Фактори-то здесь электроприборы придают. Ну, видите, машинки разные. Магазин сейчас напротив Алькампа тоже у нас есть. И тут все еще работают, смотрите. Я думала, он закрылся. Это я. Моя малюточка. Едем, идем гулять. По магазинам я все, как всегда. Каждый понедельник этим занимаюсь. Дома-то скучно сидеть, нужно, как говорится, в свет выйти. Тем более, машины нету. Вспомнила о своей розовой помаде, которую я крашу только летом. Думаю, что, несмотря на то, что глаза не накрасила, кто их видит за очками-то? Никто не видит. Я вообще хочу себе присмотреть какие-нибудь новые очки. Хотя я их хочу присмотреть целое лето уже. Но что-то мне ничего не нравится. В общем, хочу посмотреть, пойти полазить. Может быть, что-нибудь и найду. Так что, вот такие планы. Я с утра померила вот такой купальник. Кстати, смотрите, вот и про цены. Видите? Здесь 7 евро и труселя 6 евро. То есть, ничуть дороже, чем на рынке. В общем, вроде бы ничего такое, но я его померила. Он мне сиси делает вообще приплюснутые. Какие-то вообще сиси нет у меня. И так не особо, как бы, с ними. Да, у меня их нету. Ну, как они есть, но не объемные, скажем так. А эти вообще... Как-то вроде бы чашки нормальные, а делают какой-то приплюснутый. А так, смотрите, интересные труселя такие вот цвета. Хорошенькие. И качество такое хорошее, но не подходит. Видите? Магазин вот этот, инсиды. В общем, как-то. Вот так симпатично понравился. Ну, не судьба. Нино. Эх, кинобьяне а верми, мячико? Эх, кинобьяне а верми, мячико? Эх, кинобьяне а верми, мячико? Ты чё меня не встречаешь-то, а? Ты чё, это тату легшая, не встречаешь меня вообще что ли? Ты обозлился что ли на меня, а? Чё ты? Мм? Чё ты? Ну, чего? Не изливай? Нет? Скажи, мамка, двоца услята. Куда услята? Ай, моя радость. Ой. Ай, моя радость. Скажи, мам, ты где слялась? Ты где слялась, мой родитель такой? Давай я тебя поцелую вот сюда, в лобик, своими розовыми губами, да? Дай поцелую, дай поцелую. Ой, 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 ой. Так, ну что, жду ваших комментариев, как вам мои очки новые. Я всё-таки купила себе, они недорогие, но мне очень понравились. Мне кажется, они мне очень идут. Вообще, хочу очки, они такие лёгкие, и ещё они, смотрите, видите, и в них очень хорошо видно. Они вверху одного цвета, внизу другого. И что хотела сказать, хочу очки вот сюда положить все. У меня там бумаги, сейчас я их разберу. А то они у меня в корзинке, в такой вот, у входа, конечно, удобно. Но они вот так навалены, и просто они портятся от этого, да? И что ещё купила? Купила черешню и сливы, и всё. Зашла в магазин, в этот, пить так охота. Губы стираем. Мясо хотела купить, знаете. Зашла суперсоль, а он старый такой магазин. Это сеть в магазинах. Вот. Там такая жара. А стоят четыре человека передо мной. И парень, значит, это. Четыре человека передо мной, значит. И вот, я минут десять стояла, так эти четыре человека передо мной и стояли. Вот. То есть он, я пошла, вино взяла, я хотела говядину взять, сделать с вином. Я пошла, вино взяла. Всё. Так же стоим. Четыре человека. Парень разкладывает мясо. Раскладывает. Так вот, томно на нас посмотрит. Типа, вам жарко, и мне жарко. И дальше начинает раскладывать это мясо. То есть мы по барабану, что за мной там уже, не знаю, сколько встал человек передо мной. Мы все стоим. Там люди с этими веерами. Ну, в магазине должно быть прохладно, да? Ну, это старый магазин такой, и там нету. Ну, есть, наверное, кондиционер, но не такой мощный. И вот, значит, он на нас, на всех этих людей смотрит, которые стоят. Я уже покружилась, покружилась. Думаю, ты пошел, ты, говорю. Ну, вообще даже, нет, видит народ. Бросил бы он раскладывать. Так, ладно бы он быстро, а он, знаете, вот так вот туда положил, на нас посмотрел взглядом. Еще положил. Ему вообще, ну, куда ему спешить? У него целый рабочий день впереди. Ну, правильно, по идее, да? Ну, а мы-то, блин. В общем, я развернулась, думаю, пошел ты. Без мяса обойдусь. Вообще она на завтра хотела. Развернулась и ушла. Ненавижу стоять. Нет, я согласна. Четыре человека не так много. Ну, блин, ну ты шевелись хоть немного. Нет. Куда ему шевелиться-то? Некуда спешить. А я вот все думаю, что бы приготовить. Вернее, я уже придумала, что буду готовить. Сейчас расскажу. Вот я разложила все свои очки. Кстати, купила я их вот здесь, в Парфойс. Мне дали вот такие вот чехольчик. Тряпочку. Тряпочек у меня их много. Тут раз, два, три. Еще побрасывалась дофига. Нашла пляжные очки, в которых я на пляже люблю сидеть. У них вот тут они не остается. Вот тут много. В общем, ну понятно. И смотрится хорошо. И очки мои. Вот эти. Алиэкспресс. Но они хорошие такие. Мне нравятся. Алиэкспресс. Это с сайта покупала. Видите, портятся. Начинают. Попортились. Это в интернете купила. Не они какая-то. Эти очки у меня. Им уже сто лет в обед. Они из оптики. В оптике покупала. Им не помню за сколько. Цены я вообще не помню. Эти тоже Алиэкспресс. Они мне очень нравятся. Классные. Что еще с Алиэкспресс. И вот эти с Алиэкспресс. Эти я в машину покупала. Вот они тоже начинают портиться. От того, что у меня валялись где попало. Эти тоже в оптике покупала. Здесь очень красивые. Вот видите, вот так. Им тоже уже лет пять. Они как бы классика красные. Ничего им не будет. Эти я не знаю где я покупала. Но не Алиэкспресс точно. Это где-то я их покупала. Не помню где. Тоже мне очень нравятся. Так. Эти кстати покупала в Лидоле. Они полароидные. 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 Поэтому я очень часто в них хожу гулять. Потому что глаза не устают. Этим сто лет в обед. Этим вообще лет десять. Я их недавно совсем нашла. Ну ничего живые. Вроде бы и нормальные. Эти я покупала в прошлом или в позапрошлом году. Тоже на через интернет. Вы знаете, я раньше очень боялась покупать очки через интернет. Но купила и вот. Я почему-то думала, что они будут побольше немного. В них не удобно ходить по улице. Потому что нифига ничего не видно. Я не знаю почему. В общем не очень удобные очки. Вот. Ну и вот эти мои новые. Которые сегодня я купила. Хотела немного другие. Но они такие легкие, невесомые. И в них очень хорошо смотреть. Защита естественно есть. Все дела. Ля-ля-ля-ля. Бумажка вот такая вот. Так что. Все как надо. Кстати у меня есть такая бумажка. Которая проверяет. Хорошие очки или нехорошие. Давайте проверим. Давайте. Это я с Алиэкспресс такие брала. Штуки. Нет. Видите. Ничего не происходит. Они значит не полароидные. А вот эти кстати Алиэкспресс. Но они полароидные. И там вот смотрите. Видите. Разница. Вот тебе и пожалуйста. Какие-то еще у меня тоже так делают. Вот оптика. Видите оптика тоже. показывает. Рисунок появляется. Что хорошие очки. Ну-ка эти. Эти. Эти кстати тоже. Смотрите. А вот эти что сегодня купила. Нифига не показывают. Ничего. Нить. Ничего не показывают. Ну и вот эти давайте проверим. Эти. Ну эти. 100%. Потому что. Потому что. Потому что. Потому что. Так что вот так. Вот так. Так что с Алиэкспресса тоже можно купить хорошие очки. Даже в этом и не сомневаюсь. Очень удобно будет здесь. Тоже перед выходом пошел когда. И не будут они у меня все так валяться. Правда же. Буду готовить рис. Сделаю. Ой точно. У меня же томаты. У меня есть помидоры жареные. Ну типа кетчупа. Буду делать. Ароса лакубана. То есть. Рис. У меня то есть подливка. Там типа этот. Бестроганов остался. Муж как то не заценил. И. А я. А ему сделаю. Вот это вот. Ароса лакубана. Тоже будет вкусно. Яйцо сверху. Ну в общем. Сейчас все покажу. В общем поставила рис варить. Он знаете. Там варится. Вы промокли немного. Как на пару. И очень быстро. И решила пока он там варится. Я сейчас пропылесосую. И смотрите. Потихонечку. Помаленечку. Все сумки перебазировались сюда. И надо их отсюда убрать. Так. Прихожу. Сразу вешаю. Достаю кошелек. Камеру. А сумка здесь остается. А это его не должно быть. Все. Все сюда перетащила. О. Это у меня надо в машину отнести. И вот этот. Тоже в машину. Это машинный поводок. Ну а кепочку ношу иногда. Ой. Тяжелый мой груз. Несу арбуз. Чего ты бегаешь? Чего ты радуешься? Ты чего радуешься? Вы знаете. Вот все собаки чувствуют. Я когда вот стою. Допустим. Что-то делать. Такой вот энергией. И он тоже скакивает. Как будто я что-то огромное буду делать. Что-то такое грандиозное. А на самом деле просто пропылесосила. Пропылесосила. Вечерком потом повыпратру. Сварила рис. Себе уже вот наложила. Это мужу. Потом ему томаты сделаю. И палочки вот там у меня есть рыбные еще. И яйцо сверху ему положу. В общем вот так. Будем кушать. Приятного аппетита. Сварила себе вкусную кукурузку. Какую-то там с молоком. Со всеми делами. Листеньками укрыла. Подкрыла. Положила на листья. В общем мудрила как могла. Посмотрим что за кукуруза. Она еще очень горячая. Так что сейчас будем лопать. У нас такой полдник кукурузный будет. Я вообще обожаю кукурузу. Поэтому. Поэтому вот такая вкусняшка. Пускай стоит. Остывает под вентилятором. Куда идем мы с передачком? На остановку за бочком. Нет. Куда я иду? Я иду. Я в сентябре. В октябре. Наверное второй половине. Хочу записаться в спортзал. Скинуть килограммчики. которые не скидываются абсолютно потому что не занимаюсь спортом ну ходьба конечно это очень мало я сейчас хочу потому что жарко замолчи ты я разговариваю поэтому я решила я вот мы вчера на пляже сидели с родственниками и у них поспрашивала говорю где тут можно сходить в спортзал я не люблю заниматься всякими вот этими вот поднимать гантели я хочу знаете что сумму танцевать я очень люблю танцевать обожаю для меня это даже не спорт поэтому хочу на сумму походить и бассейн если есть бассейн после в бассейне поплавать расслабиться скажем так вот сейчас пойду узнаю тут недалеко от нас цены чё почем хоккей с мячом в общем в это время не должен позвонить муж и сказать что с машиной или он не сказал в обед что там какая-то деталь ее надо заказывать но это что и то же самое что вам утром сказала например ничего нового а вот что ее надо заказывать он вроде бы утром заказал сейчас поставить наш в чем я сомневаюсь что она сегодня будет готова машина в общем у меня машина машине в чем проблема была сейчас в общем я уже не знаю месяца два назад мужу говорю когда кондер включаешь в машине говорю воняет бензином номер даже не обратил на это внимание ну вот когда а на той неделе он возил свою машину и механик мою заглянул и и сказал что моя машина вы теряет бензин где-то протекает в общем представляете и говорит достаточно протекает я по ну как по затратам да вот что я езжу я бы не сказала что я больше с бензином заправлять или еще что-то поэтому не знаю все узнала и машина готова представляете как все удачно складывается в общем сентябрь наверное не знаю посмотрим на погоду будет хорошая плохая но прям у меня загорелась я мне нужно скинуть это проклятый 5 килограмм никак не хотят уйти так может здесь буду жить ждать ну и самой мне хочется поплясать на сумби я помню я в прошлом году или позапрошлом уже не помню когда ходила на тоже спортзал и мы так классно это плясали так что начнем осенью до чарли как она во всех гимназиях ну во всех спортзалах если ты придешь с кем-нибудь то тебе там что-то дешевле но это костер листой он такая если ты вы придете с кем-то я говорю да не говорю мне подружки не любят муж не хочет говоря собака она засмеется такая вертия собака нельзя ну тогда одна он смех игре очень поеду за машиной о май год ставим лайки и пишем комментарии кто досмотрел до этого момента встретимся с вами завтра пока пока еще раз лайки и комментарии